Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале ветеринарной клиники BioVet и в этом выпуске мы с вами поговорим, почему собака чешется, если у нее нет блох. Если у собаки появился зуд, то большинство владельцев сразу же подозревают блох, однако не всегда виной постоянного зуда являются именно эти паразиты. Зачастую причиной могут быть и другие кровососы, а также заболевания внутренних органов. Попробуем выяснить, почему же собака чешется, если у нее нет блох. Обычно, если у собаки появился зуд, то сразу же после блох подозревают клещей. Признаки наличия клещей у собаки таковы. Безудержный зуд, появление пензволосых пятен, изменение цвета кожи с привычного на желтоватый серый, огрубление и шелушение кожи, а также появление гнойников. Причиной возникновения зуда у собаки могут быть вши и волосоеды. Собственно, симптомы наличия этих признаков у собаки схожи между собой. Для того, чтобы определить, что у вашей собаки завелись в ши, следует очень внимательно осмотреть ее шерсть. Если вы заметите маленькие шевеляющиеся точки длиной не более 4 миллиметров соломенного цвета, то это и есть вши. Еще одной причиной постоянного зуда у собаки может быть дерматит. Признаки наличия дерматита, помимо постоянного зуда, является покраснение кожи, огрубление или шелушение, отеки, выпадение шерсти, нервозной собаки. Если дерматит поразил конечности питомца, то он будет заметно прихрамывать и больше времени проводить в положении лежа. Внезапный зуд у собаки может появиться и из-за аллергии. К аллергическим реакциям могут привести некоторые виды пищи, косметические средства, лекарственные препараты, пыль и слюна все тех же паразитов, блох в шее и так далее. Если собака постоянно чешется и у нее выпадает шерсть, то можно подозревать наличие грибкового поражения кожи. Ярким признаком наличия грибка является появление маленького лысого пятна. Сначала шерсть на пораженном участке становится совсем коротенькой, а потом и выпадает вовсе. Также причиной зуда может быть и бактериальное поражение кожи. Симптомы такой болезни это покраснение и воспаление кожи, а также появление гнойных эрозий и даже язв. Причиной зуда могут быть также некоторые заболевания внутренних органов. Зачастую владельцы не связывают зуд собаки с этими болезнями. Однако ведь очень часто собака чешется при том же сахарном диабете, почечной и печеночной недостаточности. Что же делать, если собака постоянно чешется? А если собака почесалась один или два раза за день, то поводов для беспокойства нет. Однако, если питомец потерял покой и сон, постоянно почесываясь и вылизывая свое тело, то стоит принимать меры. Для того, чтобы снять воспаление, используют кортикостероиды, такие как кортизон. Для того, чтобы убрать зуд, применяют антигистаминные препараты, супрастин, тавигил и так далее. Для того, чтобы обработать ранки на тело животного, применяют антисептические средства, такие как левомиколь, цинковую мазь и так далее. Если есть уверенность, что зуд вызван именно паразитами, то используют специальные антипаразитные средства. Но лучше самостоятельно терапевтических мер не проводить, так как правильный диагноз может поставить только специалист после осмотра и проведения всех нужных исследований. Самостоятельно в домашних условиях не специалисту, чем именно больна собака, к сожалению, выяснить невозможно. К тому же, как мы выяснили, зуд является хоть и нетипичным, но все-таки признаком заболеваний внутренних органов. А здесь одними антигистаминными и антисептическими средствами не обойтись. Потребуется сложное и комплексное лечение. А на сегодня все. Если это вам видео было полезно, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать больше полезных видео от ветеринарной клиники Биовед. Всем пока и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!